Я сегодня буду делать заготовки, причем заготовки из свежих овощей для салатов. И хочу с вами поделиться, потому что это очень классный и простой способ экономить свое время и силы на кухне. И королева сегодняшнего моего стола это обычная капуста. И вот из этого овоща я приготовлю 8 разных вариаций. Это достаточно быстро. Ну и в то же время у меня после сегодняшнего вот таких моих кулинарных подвигов останется в холодильнике заготовки салатные на неделю вперед, которой хватит моей семье именно для салатов. Ну покажу вам, как я это делаю, листайте сторис. Ну вот через 15 минут я овощи уже помыла, почистила и они готовы. Вот я все нарезала для салатов. Редис, ананас, капуста, здесь болгарский перец, морковь, яблоко и огурец. Все нарезала с помощью вот такой вот насадки для кухонного комбайна. Ну за минут 10 это все можно быстренько сделать. Теперь осталось собрать салаты. Салаты я собираю в отдельной миске, размешиваю, смешиваю и сразу складываю в такие пакеты. Никакой соли, никакой заправки, только овощи. Для чего? Потому что они не должны успеть пустить сок. Потом вакуумирую. Итак, у меня получилось 8 видов заготовок, 8 вариантов салатов из тех овощей, которые вы видели. Они очень разные. Есть детские варианты, которые, как я называю, не с яблочком, с ананасом, с сладким морковочкой, перчиком. Есть острые варианты, вот, например, здесь с чесноком, с огурцом и капустой. Ну, на любой вкус, как нравится моей семье. И это на 8 дней вперед. Да, кстати, давайте проверим. Я хочу посмотреть, сколько здесь примерно грамм-килограмм. Так, вот одна такая заготовка. 767 грамм. Ну, вполне внушительно. Еще заправку добавить, так это почти будет. Если с заправкой, то, наверное, грамм так 900. Получится салата на день. Вообще, здесь должна быть реклама вакууматора, которым я пользуюсь и которая делает такое. Но я рекламировать не буду, даже свой. Потому что, ну, несмотря на то, что со своими функциями он справляется, в нем есть недостатки. Именно поэтому даже не называю его. И тем более, это не рекламный пост. Скорее, рекламный пост вообще возможностей заготовок и таких полуфабрикатов, которые экономят время, но ни в коем случае не реклама какой-то техники.